всем привет меня зовут григорий мы находимся на площадке пам трек и сегодня я расскажу вам как безопасно и правильно ей пользоваться начнем с основ то есть пам трек предназначен для катания на нем на велосипедах на роликах на самокатах на скейте на всем что не имеет электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания пам трек предназначен для детей от 5 лет и старше но если вам еще нет 14 лет то вы на пам трек должны приходить со своими родителями по технике безопасности то есть кататься нужно обязательно в шлеме лучше вообще одевать полный комплект защиты при выезде на пам трек вы должны убедиться что вы не создаете помеху тем кто уже катается на пам треке потому что у них будет преимущество движения на пам треке нарисованы стрелки белым это преимущественно сторона движения вот но можно кататься и другую сторону но в первую очередь нужно договориться со всеми кто находится в этот момент на пам треке вот если вдруг вы устали либо вдруг вы упали то в первую очередь что вы должны вы сделать это уйти с пам трек уйти с траектории либо на газон либо на стол столы это верхняя часть вот этих элементов и тут несколько штук на их может останавливаться отдыхать смотри как катаются другие на На велосипеде, если это велосипед, обязательно должен быть хотя бы один тормоз, для того, чтобы вы могли вовремя остановиться, если возникнет такая необходимость. Очень нужно быть внимательным к детям. Это тем, кто касается постарше, ребят. Когда вы будете выезжать, смотрите, чтобы дети видели вас. У вас был визуальный контакт, чтобы они понимали, что вы сейчас будете ехать. Потому что все-таки, если вы уже, скажем так, взрослый велосипедист, вы весите существенно больше, чем маленькие дети, которые катаются на самокатах. Чтобы не возникало никаких негативных моментов. Что касается культуры поведения на памптреке, то мы здесь не материмся, громко не кричим, уважаем других. Ну и естественно, что здесь, в общественном месте, нельзя распивать спиртные напитки, нельзя курить, ну и заниматься другими социальными видами деятельности. Что такое памптрек и как вообще правильно в нем кататься? Памптрек это у нас чередование, скажем так, бугров и ямок, плюс контруклонов вот этих, да, поворотов. То есть катаемся мы здесь не за счет того, что мы вращаем педали, а за счет того, что мы используем инерцию. То есть когда мы заезжаем и съезжаем, скажем так, на кочке, мы используем свою инерцию, выталкиваясь под себя, мы набираем скорость. За счет набранной скорости мы уже, собственно, едем по памптреку. По памптреку можно ехать, скажем так, если вы не умеете кататься совсем тихонечко, медленно для этого предназначена самая нижняя, самая простая траектория. Чем вы будете более быстро ехать, тем, соответственно, вы будете использовать более высокие вот эти части, где у нас нарисованы белые полоски, это называется контурклоны. На памптреке можно как просто кататься, да, то есть, скажем так, не спеша, а так и можно, скажем, прокачивая кочки, набирать большую скорость и с кочки на кочку прыгать. Но это когда вы уже имеете соответствующий опыт. Ну вот, как мы видим, сейчас ребята катаются у нас, в принципе, тут есть начинающие, есть уже более опытные. То есть кто более опытный, он просто едет более быстро. И вот это важный момент. Если вы уже научились на памптреке кататься быстро, то рассчитывайте, кто едет перед вами, потому что кто едет перед вами, собственно, тот и главный. Если вы понимаете, что на памптреке собралась куча людей, которые ездят гораздо медленнее, чем вы, то, пожалуйста, объявите им о том, что вы сейчас поедете быстро. Пусть они вас, скажем так, визуально зафиксируют и дадут вам спокойно проехать несколько кругов в своем темпе. После этого вы будете отдыхать, а они будут кататься уже в своем стиле со своей скоростью. Таких-либо ограничений по размерам колеса здесь нет. То есть можно кататься как на BMX, 20-дюймовых колесах, так и хоть на 29-х. Единственное исключение, то, что здесь нельзя кататься на трехколесных велосипедах, потому что это будет просто, ну, технически неудобно, велосипед будет падать. Почему нельзя кататься на электровелосипедах, моноколесах и там на другой мото- или там электротехнике? Потому что здесь катаются только за счет использования мускулной силы. Ну, например, человек на роликах едет, да? Если же вы будете кататься с электромотором, то, скажем так, вы будете ехать гораздо быстрее, чем предназначена для этого эта площадка. Плюс у электровелосипедов, скажем так, как правило, гораздо хуже тормоза, они тяжелее. Ну, это, собственно, как бы идет вразрез с концепцией памп-трека, в принципе. Ну, про мотоциклы и все остальное, как бы, думаю, что говорить не нужно, потому что, повторюсь, эта площадка предусмотрена для катания практически на всем, чем угодно, но с использованием своей мускульной силы. На примере вот этих элементов мы сейчас покажем, как правильно качается памп-трек. То есть, когда мы заезжаем на кочку, если мы очень условно говорим, мы велосипед подтягиваем под себя, когда мы съезжаем с кочками, мы выталкиваем велосипед руками и ногами, тем самым набираем скорость. То есть, вот, человек заезжает на кочку, поджимает велосипед, и когда едет, очень сильно выталкивается под себя руками и ногами, и за счет этого скорость набирается. Как правильно проезжать, прокачивать кочки мы уже разобрали, сейчас мы разберем, как правильно проходить повороты. Повороты на памп-треке называются, по сути, контур-клонами, на них есть разметка соответствующая полоска, и когда вы заезжаете, если вы едете медленно, можно использовать нижнюю траекторию, она плоская, просто нужно будет ехать с небольшой скоростью, и можно безопасно ее проехать, можно даже поначалу вращать педали. Чем быстрее вы будете ехать, тем вы будете ближе к этой полоске заезжать. Вообще, правило такое, что чем вы шире зайдете в поворот, то есть, чем вы ближе к верхней части будете заезжать, тем вам будет легче выехать. Сейчас ребята на своем примере покажут, как правильно это делать. У вас увеличивается эта скорость, это позволяет более эффектно и более быстро проходить. Это называется для manual, либо serve. Сейчас ребята покажут, как это правильно делать. То есть, вы немножко разгружаете переднее колесо, вытягиваете плечами и проезжаете кочки только на заднем колесе. Это уже более продвинутая техника, и к ней нужно приходить только тогда, когда вы уже освоитесь на памптреке, почувствовать, что вам достаточно опыта и навыков для такого прохождения элементов. Все, что я вам сегодня рассказал, это для того, чтобы вы знали, что памптрек является очень крутой, универсальной, интересной площадкой, которая позволяет кататься как новичкам, даже детям, так и профессионалам. Все зависит от того, как вы умеете кататься. И она позволяет как раз расти вам в уровне катания, учиться правильно распределять свой вес на велосипеде, формирует правильную посадку, учит правильно проходить повороты, контруклоны, учит прокачивать кочки, учит прыгать, ездить на заднем колесе. Самое главное, ребят, относитесь к этой площадке уважительно, не мусорьте здесь, уважайте других катающихся, не ругайтесь и все будет круто. Отдельное большое спасибо хотелось бы сказать спонсору, который помог осуществить строительство этой площадки и компания Escopark, которая, собственно, осуществляла строительство непосредственно памптрека, скейтпарка и паркура в этом экстрим-комплексе. Ну, в общем, сегодня был мой первый день на памптреке, таком более-менее профессиональном, скажем так. Ну, не знаю, ощущения, конечно, сумасшедшие, вот. Очень большие скорости, требуется очень высокий контроль над собой, над велосипедом. Я очень рад, что в Бишкеке наконец-то появилось такое место, где будут собираться многие велосипедисты разных возрастов и разных уровней катания, смогут как-то общаться вместе и развивать, в общем, велосипед и велофракструктуру в городе. Здравствуйте. Ну, наконец-то у нас в Кыргызстане есть свой скейт-парк. Хочу поблагодарить спонсора, который решил построить мэрию, который дали вот участок, и наши гости, которые приехали из России и построили этот скейт-парк. Надеюсь, после этого построят у нас во всех регионах такие скейт-парки и открытые, и крытые. Потому что у нас в Кыргызстане очень много талантливых спортсменов, экстремалов. Мы за здоровый образ жизни, за спорт. Наконец-то у нас в Бишкеке появился скейт-парк, памп-трек нормального уровня, действительно. Я искренне рад. Неоднократно поднимались темы строительства подобного парка. Надеялись хотя бы на земляной. Но тут на самом деле реализация парка превысила все возможные ожидания. В общем, благодарим людей, которые все это организовали, благодарим строителей. Надеюсь, наша молодежь подхватит движение, и у нас вырастут свои чемпионы.